всем привет давайте реализуем солнечные блики в своей игре да но самое простое скорее всего большинство это знает как делать солнце соответственно нам необходимо и постпроцесс если у вас его нету на в списке да вот данном случае у меня его нет нашем play секторе выбирайте постпроцесс и соответственно ставим его на саму карту далее в постпроцессе мы должны написать он bound или infinite extent ставим ганочку это у нас галочка отвечать за то что вне куба в данного до работает в данном случае я куб скрыл то есть если галочка не будет стоять только в кубе если будет стоять на всей карте далее соответственно мы на самом солнце можем настроить определенные параметры какие-нибудь но давайте это позже в постпроцессе мы включаем это во-первых блум вот у нас есть списке лэнс да такая на такой параметр как блум интенсити и соответственно от солнца у нас появляется вот такой вот такое вот свечение естественно вы его настраиваете как вам необходимо допустим 02 мне достаточно также есть у блум метод есть стандартен есть конвюшен так назову я его прочитать не смог в общем стандарт освещает как видите очень глобально по сути то есть если я вот так даже повернусь здесь освещение от блума все-таки тоже есть если вы давать я приключу на второй вариант чуть-чуть пропало осветление но это все зависит еще конечно от интенсивности да как вы интенсивность поставите то есть если стандарт видите да свет прям ярко появился везде у первого варианта вот такой вот ореол некий появляется в основном только где-то где солнце первом варианте все освещает но это так на всякий пожарный случай так выставляем снова блум на 02 и второе что нам необходимо это вэр это тоже находится во вкладке lens lens flare с здесь вот такие вот значения это интенсивность tint это свечение соответственно вот она те самые блики когда мы включаем интенсивность они появляются здесь мы регулируем значение то есть для того чтобы прям сильно нам глаза не светил слишком убавляется для того чтобы он сильно не светил потому что не только на солнце но я той же самые воды у нас эти же блики идут соответственно вот так вот получается то есть чтобы прям ярко вот так вот не было всякие какие-то линии точки у вас на экране надо регулировать но оставлю вот так примерно воды отличим и смотрите соответственно интенсивность далее у нас цвет вы можете определенный цвет какой-то поставить если допустим у вас какая-нибудь красная планета там ставите определенная от цвет блик там допустим того же красного цвета синего цвета и всех остальных далее идет у нас бакен сайс это соответственно наш размер этих как раз таки бликов то есть если вы ставите сам минимальная они просто как точки будет и это не совсем красиво слишком большие у нас тоже пол экрана занимают так что не выбираем средненькие размера здесь у нас свечение но не на всех не во всех проектах вы принципе их увидите из-за того что и тут у нас есть допустим тот же самый туман и так далее то есть определенные нюансы освещению могут слишком до как-то это сказываться но в общем это вот свечение от каждой получается от каждого блика так но это соответственно у нас сами блики то есть вы можете сделать собственные блики для этого ничего сложного нету давайте какие-нибудь закину блики я небольшие варианты сделал это у нас я потерял так я специально создал блики но потерял где их и закинул сейчас блики я закинул соответственно вот они да вы можете создавать собственные какие-то варианты допустим та же самая звездочка да все зависит уже от настроек определенных интенсивности и так далее вот можно прям звездочки какие-то сделать прям таком хорошем определенные блики с какими-то прозрачностями все гораздо легко то есть белый цвет соответственно он у нас просвечивает ой наоборот белый цвет не просвечивает это вот как раз таки отрисовка черный фон у нас идет просвечиваемый то есть будете рисовать можете определенно сконтролировать да вот если так выделить вот данной звездочки вот это черный фон к сожалению оказался не черным но принципе то есть можете нарисовать необходимый и воспользоваться все здесь конечно будет зависеть еще от настроек блума и так далее то есть можно прям четко этот сам получить и все зависит еще и от размеров так давайте поставим звездочки далее соответственно у нас есть такое такая штучка как цвет каждый получается вот каждого блика 1 все считается от солнца соответственно вот это первый блик давайте его сделаем где-то в районе синего цвета не всегда каждый блик можно заметить и надо чтобы вот этот тинт был выключен но он прям получается что слишком размазастый и мы его не видим просто вот настроили 2 сейчас 3 давайте его выставим районе там зеленого цвета ну и так далее то есть мы настраиваем необходимые значения необходимые цвета как вам кажется будет более лучше ну и соответственно здесь есть зеленый желтый и желтый и желтый и еще красный в конце которые прямо самые близкие получается к камере ну и давайте к солнцу небольшой нюансик можно еще настроить в самом солнце имеется такое так скажем значение как сейчас найдем так это у нас вот здесь white shaft bloom здесь как раз таки значение прям можно настроить очень хорошо ну прямо когда вы будете смотреть на солнце он яркость такой даст такое прям яркое освещение тоже принципе хорошо и красиво смотрится ну и соответственно здесь также есть цвет данного скажем как это назвать правильно засветки наверное да вот вот такой зеленый прям хорошо смотрится это вот без него не особо качественно и красиво ну и соответственно уже с ним более-менее так симпатичненько ну и здесь балуйтесь настройками какие вам будет более по душе но и вот этот airscode слишком не настраивайте потому что в некоторых проектах у него появляется вот большие прямоугольные экраны такие которые засвечиваются это прям жутко смотрится вообще когда направляешься на солнце просто отвратительно честно говоря вот такой вот небольшой видосик на этом все всем спасибо пока 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 Продолжение следует...